коллеги если мы говорим о гиперпластическом полипе в голове сразу всплывает полип кстати каких размеров с учетом вашего опыта и что еще очень интересно в этом случае так это место резекции спустя год мы же всегда ждем местного рецидива после удаления предлагаю вместе померить полип и посмотреть что же стало после его удаления со слизистой толстой кишки через год здравствуйте коллеги наш коллектив хочет представить вам еще один случай гиперпластический полип толстой кишки больших размеров для плейлиста эндоскописта итак мы начинаем почему же мы обратили внимание на этот полип какая же актуальность группа зубчатых образований является одной из предраковых поражений клинические биологические особенности которых продолжают еще изучаться а гиперпластический полип он является самым распространенным тип полипа в толстой кишке встречается до 75 процентов случаев чаще всего мы его можем увидеть в левых отделах и он небольшого размера до 5 миллиметров или даже меньше основной дифференциальный диагноз проводится зубчатым образованием на широком основании раньше было известно только два типа образований это гиперпластический полип который не являлся опасным то есть он был без риска перерождения и аденома с тенденцией к перерождению но в 70-е годы прошлого века мы встречаем первые упоминания о зубчатых образованиях которых обнаружили аденокарциному из зубчатого образования на широком основании позднее выявили аденокарциному в самом гиперпластическом полипе позже описали гиперпластические полипы и полипы зубчатой структурой со свойствами обычных аденом описывали гиперпластические полипы зубчатый аденом из дисплазии либо без смешанные аденоматозные полипы с признаком гиперпластических и с морфологической молекулярной структурой были они изучены и выявлен зубчатый тип канцерогенеза и только в 2003 году впервые были описаны два типа зубчатых образований гиперпластический и зубчатые аденомы и в 2010 году всемирная организация здравоохранения включила зубчатые образования отдельной рубрикой 2019 году была произведена коррекция классификации который до данный момент мы с вами пользуемся распространенных гиперпластических полипов около 40 процентов из них гиперпластические полипы самые часто встречающие всех зубчатых до 75 процентов и до 80 процентов из всех эпителиальных образований толстой кишки 25 процентов лиц среднего возраста при проведении колоноскопии имеют хотя бы один гиперпластический полип он может встречаться в любом возрасте они могут быть множественные или единичные мелкие очень редко крупные локализованы чаще всего в левой половине толстой кишки до 75 90 процентов и не исключена их встречаемость по всей толстой кишке в том числе и в правой половине они делятся на два гистологических типа это микровизикулярный тип морфологическое молекулярное сходство его с мутацией брав зубчатым образованием на широком основании и полип богатые бакаловидными клетками которые по своей структуре молекулярном сходству с мутациями крас могут быть схожи с традиционной зубчатой аденомой но оба это типа могут быть инициирующими в развитии колоректального рака по зубчатому пути канцерогенеза что же мы видим при колоноскопии и как мы дифференцируем гиперпластический полип это не полиповидное образование слегка возвышенное на широком основании чаще всего по парижской классификации 2а тип до 42 процентов и 1с тип до 50 процентов размером до 5 миллиметров в половине случаев бледно-розового цвета и может быть похож как окружающая слизистая или немножечко светлее чем она округлоямочный рисунок с нерасширенными регулярными капиллярами на поверхности при обзоре литературы по гиперпластическим полипам больших размеров мы выяснили что данных очень мало с прошлого века конец 80-х годов были вопросы имеются ли диспластические изменения в гиперпластических полипах как они распределяются по толстой кишке почему они располагаются именно в левой также было выявлено что эндоскопическая полипоктомия крупных гиперпластических полипов она безопасна и может заменить хирургическое лечение и как все удаленные образования гиперпластические полипы больших размеров обязательно подвержены кистологическому исследованию связи между большими полипами гиперпластического типа и проксимальной неоплазией до настоящего момента так и не были получены хотя размышления велись также при наличии новой классификации нам следует обращать внимание что гиперпластические полипы стоит дифференцировать зубчатыми образованиями на широком основании поскольку зубчатое образование на широком основании является начальным этапом зубчатого пути канцерогенеза и самое основное что мы выявили это гиперпластический полип большого размера является неожиданной и очень редкой находкой не связано с каким-то либо определенным участком толстой кишки и его следует удалять стандартным методом проанализировав наши данные которые мы хотим вас сейчас представить также показывают что гиперпластические полипы больших размеров они встречаются крайне редко нами были обследованы 300 пациентов которые не предъявляли никаких жалоб и у них было выявлено гиперпластический полипов 194 штуки по парижской классификации преимущественно это были образование 2а по гистологическому типу микровизикулярный тип локализация была как в левой половине так и в правой то есть этим мы также показали что наши данные не отличаются от данных литературы поскольку мы сегодня говорим про гиперпластический полип большого размера их у нас встречалось всего четыре штуки размер от 10 до 15 миллиметров преимущественно в них были микровизикулярные по гистологическому типу по парижской классификации разницы не было и по локализации они равномерно распределись по толстой кишке и сейчас мы представим наш клинический случай пациент 43 лет обратился на колоноскопию без каких-либо жалоб в двадцать втором году у него было выявлено образование в области ректосегмоидного отдела с длинной ножкой почти два сантиметра 1 п типа по парижской классификации с бугристой головкой которая была до 20 миллиметров с но с неизмененным сосудистым капиллярным рисунком хотя он был немножечко расширен но регулярный мы взяли биопсию из этого образования и удивились когда из него пришла гистология что это гиперпластический полип ректосегмодного отдела с большим количеством бакаловидных клеток то есть это был гиперпластический полип такого большого размера через месяц пациент обращается к нам повторно уже для эндоскопического удаления полип был удален стандартным способом эндоскопической резекции слизистой здесь на слайде мы показываем ход операции удаленный полип естественно был направлен на гистологическое исследование также морфологи нам подтвердили что это гиперпластический полип с большим количеством бакаловидных клеток через чуть больше чем год пациент вернулся к нам на контрольную колоноскопию мы из рубца взяли образец для гистологического исследования и морфологи нам подтвердили что слизистая чистая соответствует нормальной признаков рецидива нет признаков полипа не присутствует какие же сделали мы выводы после анализа данного клинического случая данные гиперпластических полипов больших размеров в литературных источниках очень немногочисленны гиперпластический полип больших размеров это неожиданная находка и встречается до 5 процентов случаев при проведении колоноскопии при выявлении таких полипов мы понимаем что гиперпластические полипы больших размеров они не связаны с определенной локализации в толстой кишке но все-таки чаще имеют большую тропность в левых отделах применение оптической биопсии в сочетании с использованием аппаратуры экспертного класса с хромоскопией позволяет нам провести дифференциальную диагностику гиперпластических полипов больших размеров с другими образованиями даже при без предварительного забора биопсии доскопический метод удаления является методом выбора при удалении гиперпластических полипов больших размеров спасибо за внимание вы знаете как бы много мы не знали как бы много мы не читали и сколько бы мы эндоскопических картинок не видели и не проводили большое количество эндоскопических исследований всегда найдется какой-то случай который будет отличаться от нормы от часто встречающихся каких-то эпизодов поэтому мы подумали что эти случаи помогут в выработке тактики именно эндоскопического лечения оперативного эндоскопического лечения и сроков наблюдения пациентов может быть такие редкие случаи они как-то сподвигнут других эндоскопистов тоже искать что-то интересное делиться с нами а